Девушки отдыхают 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 Точно такое же заявление вы сможете подать в участковых избирательных комиссиях. Даже если вы опоздали, шансы выполнить свой гражданский долг есть. 5 и 6 сентября можно написать специальное заявление и получить открепительный талон. Однако напомним, что услуга единоразовая. Изменить место голосования уже не удастся. Николай Уваров, Роман Ананьев, Новости 24. На Георгиевской скале мыса Фиолент установили новый мраморный крест. Прошлый простоял 28 лет, однако не выдержал штурма. О том, какие были выполнены работы для восстановления главного символа города-героя, расскажет наш собственный корреспондент Анастасия Соснина. С конца июня на Георгиевской скале велись работы по восстановлению нового символа веры. Для возведения святыни плавкраном туда было доставлено 22 тонны материала. Установка 8-метрового креста состояла из 8 частей. Вес каждый около 300 килограммов. При этом конструкция углублена в скалу на 2,5 метра. Сам символ сделан в историческом стиле и покрыт натуральным камнем. Вечером с берега будет освещаться прожекторами. Он простоит очень долго, гарантирую 100 лет. Он сделан из металлокаркаса. Металлокаркас покрыт специальными составами антикоррозионными. Он простоит. Я еще раз говорю, много лучших. Мы сделали там дорожки, сделали ступени, новые лестницы, новые лестничные марши. Сделали причал для катеров и сделали ограждение. То есть там вполне безопасно можно туда поднимать, даже детям. Напомним, ранее на скале возвышался металлический крест, но он был разрушен штормом в ноябре 2018 года. А впервые символ веры здесь был установлен еще в 1891 году в честь тысячелетия, расположенного рядом Свято-Георгиевского монастыря. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Безопасно и полезно специалисты уверяют симферопольцам, не надо фильтровать воду перед употреблением. Она соответствует всем нормам и требованиям. В качестве содержимого водопроводных сетей крымской столицы разобралась корреспондент Алина Бакланова. Этот кран с водопровода городского, здесь мы только моем руки, моем посуду. А с этого, это у нас кран с фильтра, с которого мы набираем воду, то есть которая очищает сатронная очистка, мы готовим кушать и так же самоупотребляем ее. В семье Кемеровых опасаются инфекции вредных веществ. И они не одиноки в своем убеждении. Хотя специалисты заверяют, бояться нечего. Ситуацию держат на контроле. Начали говорить, что плохая вода в городе Симферополь. Мы сразу же обратились в лабораторию и нам объяснили, показали всю эту процедуру. Процесс действительно проходит у нас регулируемый, контролируемый и все как бы нормально. Если возникают опасения, можно обратиться на предприятие «Вода Крыма». Мы пригласили экспертов в квартиру Кемеровых. Сначала кран обжигают. Затем в течение пяти минут воду спускают, чтобы избавиться от осадка. После этого жидкость в двух колбах отправляют на биохимическую экспертизу. Не являясь экспертами, сейчас мы можем оценить лишь только запах и внешний вид. Вот вода, которую мы набрали из фильтра. Она абсолютно чистая, в ней нет никаких примесей, соответственно, запаха абсолютно никакого нет. Эту воду мы набрали из крана. В ней также нет никаких осадков и по запаху она слегка отдает металлам. Сотрудники лаборатории успокаивают. Запах вовсе не железа, а хлора. Его применяют для обеззараживания. А вот соответствует ли вода нормам, можно узнать только после исследования. Мы знаем, что вода, поступающая с водочных сооружений, проходит все стадии водоподготовки. Хлорируется, обеззараживается, коагулируется в зависимости и поступает, согласно требованиям Санпина, вода питьевая. Пока идет проверка, проводим небольшой эксперимент, безопасный для участников. Для этого мы вышли в центр Симферополя, чтобы попросить жителей опробовать воду из двух стаканов и определить, в каком из них она прошла дополнительную фильтрацию, а в каком – прямиком из крана. Вот это мягче. Ну, я думаю, в этом стакане вода из кжана. Так, я думаю, это профильтровано. Почти все дали правильный ответ. Говорят, у водопроводной есть вкус, но описать его сложно. Тем временем готовы результаты анализа воды из квартиры Кемеровых. Анализ, который мы делали, соответствует Санпину. Делали анализ остаточных хлор, хлориды, щелочность, мутность. Вода абсолютно хорошая. И безопасная. А наличие запаха и вкуса – естественное явление. Это мог бы подтвердить любой водный сомелье. Алина Бакланова, Руслан Князев, Сейтмемет Кукчиев, Алексей Семенов. Новости 24. И все-таки, Саля, удивительное место Оленевка. Синоптики во все обещают грозы, дожди, даже град крупный. А у нас ясная погода, я бы сказал, даже жара, и на небе не облачко. Тучи обходят нас стороной. И правильно делают, потому что знают, здесь настолько теплая атмосфера, что дожди просто не смогут пролиться. Но стоит отметить, что море немножко разволновалось. Наверное, оно так же, как и мы, не хочет, чтобы самое яркое событие лета завершалось. Но всему приходит конец. И стоит отметить, что этот экстрим Крым-правда удался. Удался на славу. Ну а для тех, кто все-таки собирается выйти сегодня из дома, я предлагаю посмотреть прогноз погоды. Он расскажет, чего же ждать от атмосферы сегодня. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и стоит отметить, что в Симферополе сегодня переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 12 метров в секунду. А температура воздуха днем составит 27 градусов со знаком «плюс». В городе Герой-Севастополе похожая ситуация. Тоже переменная облачность, временами дождь и даже, возможно, гроза. Ветер с скоростью 15-10 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. На южном берегу Крыма переменная облачность. Там тоже ожидаются дожди с грозой. Температура воздуха днем составит 27 градусов со знаком «плюс». В городе Герой-Керчь переменная облачность и утром возможен небольшой дождь. А днем температура поднимется до 27 градусов тепла. И стоит отметить, что температура воды в Черном море, Феодосии, составляет 24 градуса. В Алуште – 23. В Севастополе также 24 градуса выше нуля. В Евпатории вода чуть прохладнее. Там всего лишь плюс 22. Теплее всего вода в Керченском проливе. Она прогрелась аж до 26 градусов. Ну, а в Азовском море – плюс 25. Ну, нужно отметить, что нам, кстати говоря, вместе с небольшим штормом сюда, в Оленевку, пришел еще и холодный поток вод морских. Поэтому купаться, к сожалению, люди не решаются. Но, учитывая то, что сегодня последний день фестиваля «Экстрим Крым», я думаю, что сделать это непременно нужно. Я думаю, что мы после эфира с тобой с Али обязательно попробуем. Ну, я знаю, что многие ребята, они приехали сюда не для того, чтобы купаться, а для того, чтобы, конечно же, состязаться и показывать все свои таланты, все свои умения. И, например, среди таких это ребята, которые занимаются воркаутом. Я знаю, что для многих это слово пока что непонятное, поэтому мы предлагаем посмотреть сюжет и узнать, что же это за новое такое спортивное направление. Две минуты на выступление и полная свобода действий. На фестивале «Экстрим Крым» начались соревнования по одной из самых зрелищных дисциплин – воркаут. В первом этапе участникам предстоит показать уровень владения головокружительными элементами. Турники «Пруссия» и «Шведская стенка» – казалось бы, это всего лишь три гимнастических снаряда. Тем не менее, ребята, которые приехали со всех уголков в России, готовы показать, как они выражаются сами. Настоящий праздник на спортивной площадке. Вместе с первыми выступлениями на площадке развернулась настоящая битва. Стойки на руках. Причем, если элемент не удалось зафиксировать, очки за его сложность судьи не зачтут. Несмотря на то, что первое выступление спортсмена из Нижнего Тагила получило максимальное количество очков, парень недоволен собой. Говорит, удалось реализовать задуманное только на три из пяти. Я хочу лучше выступить, чем в первый раз. И позже сделать комбинации. А какие элементы будут? Ну, 540 постараюсь сделать. Самолет, сальто. Как правило, воркаутом занимаются парни. Когда на площадку вышла Мария, ни судьи, ни зрители и подумать не могли, что девушка окажется серьезным конкурентом. Как оказалось, фору она может дать многим. Вообще, я занималась паркуром, но так как у меня небольшая травма ног, я перестану силовые тренировки больше. И мне очень просто это нравится. Меня это позволяет и нафигирует. Наблюдая за выступлениями атлетов, создается впечатление, будто всем этим стойкам и пируэтам не так уж и сложно научиться. Настолько легко играючи выступают спортсмены. Но это не так. На отработку некоторых движений уходят годы. Чтобы достигнуть хорошего уровня в воркауте, на мой взгляд, нужно не менее 5 лет. Все зависит от того, как вы правильно занимаетесь, как вы правильно питаетесь, насколько вы хорошо спите. Очень много факторов от этого зависит. И от желания, соответственно, от человека тоже. Чтобы получить максимальное количество баллов, спортсмены должны проявить мастерство и во владении снарядами. Не меньше важен артистизм участников. Обыгрывая связки трюков, выступающие должны передать зрителям свою энергетику. Те, кому удалось это сделать без осечек, продолжат борьбу в следующих этапах. Стефан Филатов, Иван Ковалев. Утро нового дня. Саля, я вот знаю, что такое БМВ. А что такое БМХ? Не знаю. Я думаю, что не только ты не знаешь, а многие из тех, кто сейчас находится перед телевизорами. Поэтому мы пригласили гостя, который разбирается в этом виде спорта. И он нам обязательно разъяснит, чем же занимаются БМХ-еры. БМХ-еры? БМХ-еры. Ну что ж, я тоже с удовольствием... Отправляйся пока к нему. Отправляйся. А я с удовольствием послушаю этот рассказ, потому что новое направление велосипедного спорта, оно действительно очень увлекательно и интересно. О его подробностях, о его нюансах, которые на самом деле очень многочисленны, потому что велосипед по своей конструкции очень непростой. Я думаю, расскажет и Саля, и гость, которого мы так давно ждали. БМХ-еры. Это американский вид спорта, придумали его американцы. Расшифровывается как байсикл, мотоэкстрим. То есть велосипед, мотоцикл и экстрим. Все это смешанное. Такой симбиоз получается. Да, это велосипед, да, вот он представлен здесь со мной, на котором можно выполнять различные элементы, преодолять препятствия. Ну какие элементы? И какие препятствия, вы говорите? Ну а на велосипеде что, кочку проехать, объехать? Препятствия могут быть разные, в зависимости от преследуемых целей, да. Вот, например, когда во дворе молодой человек начинает кататься, у него есть разные препятствия. От того, что у него нет этого велосипеда, это уже он сталкивается с желанием получить его, да. Для него это какое-то препятствие. Соответственно, можно же попросить родителей купить, пойти там заработать где-то денег. Это уже препятствия. Также есть, да, я немножко загнул, да, философски. Да, это немножко размыт. Вот давайте с вами конкретнее скажем. Например, самый сложный трюк в вашей жизни, который вы себе поставили выполнить, и в итоге вам это удалось? Да, смотрите, вот конкретно о препятствиях есть фигуры, да, на которых мы выполняем элементы. То есть это какие-нибудь горки? Да, это специальные построенные конструкции, на которых можно выполнять различные элементы. Возможно крутиться во всех направлениях, при этом еще крутить сам велосипед, что самое сложное делал я, это вращение назад, при этом еще два раза нужно провернуть велосипед с пролетом 9 метров, например. То есть, я так понимаю, сальто вы делаете, при этом велосипед... Это выглядит вот так, я заезжаю на трамплин, толкаю ногой велосипед, кручу его здесь два раза, ловлю педаль и как бы, ну, докручиваюсь. Сколько раз вы падали при выполнении этого трюка? Много. Ну, это как Майкл Джордан говорит, да, там 10 тысяч бросков для того, чтобы научиться делать это идеально. Но это считается самый сложный элемент в BMX? Или есть еще сложнее, которые вот делают, наверное, чемпионы какие-нибудь? Вид спорта молодой, поэтому на тот момент, когда я его сделал впервые в России, его никто не делал. Сейчас это делают уже 3-5 человек, да, а в мире это уже такой более, не то, что более-менее, но это трюк на уровне. Вот вы говорите, BMX это вообще молодой, новый вид спорта, недавно появившийся, я думаю, в том числе и в Крыму. Как вы думаете, в целом в России сколько у нас сегодня таких профессиональных, хороших райдеров? А вы знаете, что BMX – олимпийский вид спорта? Нет, я не знала этого. Я до этого не знала, что существует вообще BMX. Ну, хорошо, вы сказали. А когда он стал олимпийским? Олимпийским он стал, первая олимпиада пройдет в 2020-м в Токио, есть сборная команда России, олимпийская, ну и в мире, да, они сформированы. И государство выделяет на это бюджет, вот ребята ездят во Францию и так далее, тренируются, и у нас есть сборная олимпийская. Не то, что тренируются, там были соревнования, они ездили выступать. Да, хорошие показывают результаты, вот. Ну, а вам на каких соревнованиях удавалось принимать участие? Потому что все-таки крымчане это на себе ощутили, нам лишают санкции куда-то выезжать. Но я думаю, вы с Москвы, и вы не испытываете таких проблем, поэтому вам с этим легко, вы можете выезжать. Если мы говорим относительно меня, то я, это полностью индивидуальный вид спорта, да, чтобы вы понимали. А только сейчас зарождаются школы BMX, школы скейта, школы роликов и так далее, потому что здесь на Экстрим Крыме у нас представлен не только BMX, мы здесь представляем паркур, скейт, ролики, воркаут, да, и всю эту историю. Вот. Самостоятельно выезжаешь за границу, зарегистрируешься на соревнованиях и так далее и тому подобное, это все возможно, вообще, то есть, главное желание. То есть, соревнования тоже проводятся на международном уровне? Да, да. То есть, я не знаю, насколько сложно, да, выехать к крымчанам, да, и выступить хотя бы в Москве, это уже было бы клево для опыта. Ну, слушайте, вот я сейчас понимаю, что это очень-очень опасный вид спорта. Все верно, да. Что все-таки не рекомендуется его, наверное, делать тому, кто в себе не уверен. А вот кому можно порекомендовать? Как быстро можно научиться? Кому можно порекомендовать? Да, вот. Я бы не, знаете, я бы никому не рекомендовал, потому что... То есть, лучше закрыть этот вид спорта, правильно? От греха подальше, чтобы у нас было меньше травмированных ребят. Вы знаете, экстремальные виды спорта, да, если мы будем говорить вообще очень глубинно, они созданы, не то, что созданы, они, как бы, людей вынуждают рисковать. Это люди, которые хотят рисковать. А риск, он, как бы, за него нужно платить. Ну, вы когда начинали, вот вам сколько было лет? Когда это было? Я начинал в 14. А сейчас? 29. Вот, 14. То есть, 15 лет прошло. 15 лет вы занимаетесь в BMX. Как сразу вы почувствовали результат, увидели результат, что у вас получается? Это было примерно через неделю. То есть, как быстро вы хотите сказать? Через неделю, когда ты на велосипеде подпрыгиваешь, и вот у тебя вот это... Ты можешь отпустить руку. И это уже было вау. Но когда ты отпустил руку, тебе нужно было ее поставить назад. Когда ты ее не поставил назад, у тебя были первые ссадины. Переломы были? И переломы, как вы сами думаете? Я думаю, были. Правильно. Было многое? Конечно. Рассказывайте. Правая часть, как бы, вот у нас, ну, где-то предплечье, кисти. То есть, ну, слава богу, да, что физическая подготовка очень важна, да. И есть люди, которые, как бы, заканчивая карьеры, они... Дело в том, что я профессиональную карьеру уже закончил. Они, как бы... БМХ? Да. То есть, у меня, как бы, я на любительском уровне прекрасно себя чувствую, да. А когда начинается пенсионный возраст у БМХ-серов? Ну, вот перед вами я сижу, пенсионер, БМХ-сер. Скажите, почему такой маленький, получается, отрезок? Ну, не маленький. В Америке 40-42. О, занимаются БМХ-сером. Тони Хоук, всем известный скейтбордист, выступал до 45-ти, возможно, да? Так, ну, скажите, для того, чтобы заниматься БМХ-сером профессионально, может быть, что для этого необходимо? Какая инфраструктура? Достаточно ли для этого, может быть, ухабистых ям на дороге, проехаться по дороге, и вот ты уже и научился чему-то перепрыгивать, например, как по нему? Ну, или все-таки нужны какие-то специальные приспособления? Ну, здесь я могу сказать, есть вообще у БМХ-са, как у многих видов спорта, есть философия, да? Философия того, что мы едем на велосипеде, и велосипед нам дан как средство перемещения. То есть не просто так вы едете. Да, но можно ехать, то есть сесть разный, да, можно ехать с разным стилем, делать разные элементы. То же самое можно кататься на улице, можно кататься в скейтпарке, как, например, здесь, можно кататься в дёртах, в рампах и так далее. Поэтому, как ваша фантазия и воображение вам подсказывает, так нужно и делать. Но если ездить по горам, например, вот там получишь такую практику или нет? Да, там определенный уровень, опыт можно получить, перенять. Но мы по горам, это немножко уже другое, это даунхил, и там нужен велосипед побольше, большие вилки и так далее. То есть мы больше... у нас жесткая вилка, для этого нужны как бы вкат, то есть вылет, приземление, вылет. Есть стрит, когда мы прыгаем со ступенек, с больших, ну это такие большие парни, у них накачанные руки. Ну, как бы у меня накачанная рука, но там еще больше. А зачем качаться? Или это происходит в процессе катания? Это происходит самостоятельно из-за того, что колесо, то есть мышца напрягается постоянно. Ну вы сейчас по сколько часов в день занимаетесь этим? Или уже, ну я так понимаю, вы на пенсии? Так, да. В этом виде спорта, поэтому вы не так много делаете. Мы в основном по выходным, так вот, я в основном на самом деле участвую только в каких-то проектах коммерческих, рекламы сейчас снимаемся, вот такие. Да, но мы не сказали, что Антон Евстихеев еще фэшн-модель. Да. Вам одно другому не помешало, несмотря на то, что у вас есть следы от травм, да, что, наверное, неприемлемо в фэшн-индустрии. Смотрите, в какой-то момент это было очень опасно. Я сломал руку, например, не смог поехать на неделю моды. Но сейчас это очень лаконично дополняет друг друга, потому что, например, клиенты видят, что я фэшн-модель, при этом еще умею кататься на BMX, и они используют это в своих целях. И получается очень клево. Вот мы недавно снимали рекламу автомобиля, например, да, и очень классно, красиво, прям я в костюме, на велосипеде, такой деловой. Ну, здорово, что вам это помогло в жизни. Да, да. Ну, я просто рассказываю, куда, как бы, может привести, да, когда вы занимаетесь не только одним делом, а несколько направлений развиваете. Ну, шрамы еще и украшают мужчин, поэтому... Спасибо. Наверное, лишним не бывает. Спасибо большое. Напомню, у нас сегодня в гостях Антон Евстихеев, BMX Rider. На этом мы с вами прощаемся. А нашим зрителям пока что предлагаем посмотреть новости интернета, а я в это время присоединюсь снова к Саше. Актриса, у которой нет Оскара. В Китае сотрудникам зоопарка удалось снять конфликт двух панд. Одна из них лишь замахнулась лапой, но вот реакция соперницы оказалась куда ярче. Животное театрально повалилось на землю, а после, сделав несколько шагов, еще и скатилось вниз по лестнице. А говорят еще, что нет дыма без огня. Погоня юрского периода. Британские полицейские преследовали человека, одетого в костюм динозавра. Он был замечен в городе Плимут. Это исторический гигант, то и дело переваливался со стороны в сторону, так что преследователи просто не смогли сдержать эмоции. Золодей выглядит крайне комично. Сами же полицейские шутят, что теперь понятно, почему древние существа не сохранились до наших дней. Впрочем, необычные сюрпризы встречаются не только на дороге. Из озера в Благовещенском парке достали 10-килограммовый пельмень. Арт-объект был изготовлен и запущен в воду силами творческой молодежи города. Но они сделали это без разрешения властей. В данный момент пельмень помещен на склад, где и будет ожидать решения администрации парка. Самая крутая улица в мире. Жителям уэльского города Хархлех удалось отобрать это название у новозеландцев. Совсем недавно форт Пенлех была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, так как ее уклон составляет целых 37 и 45 градусов. Активисты не скрывают своей гордости и говорят, что, конечно, жаль новозеландцев, но круче значит круче. А вот как нужно проводить время с отцом. Когда дети идут по стопам родителей, это хорошо. А когда это еще и увлечение спортом, то это просто замечательно. Ну вот и герой этого ролика прививает любовь к активному образу жизни с малого возраста. Для этого он использует скакалку и вместе с дочкой выполняет ряд синхронных упражнений. Такой необычный способ прыжков называется роудскиппинг. Непростое занятие отдается дуэту с легкостью. Чтение книг как способ сократить затраты. В Теннессе, чтобы привить детям любовь к книгам, парикмахер стал предлагать скидку на стрижку. В салоне она стоит 15 долларов, но если при этом маленькие посетители будут читать во время сеанса, то подстригутся всего за 10. Стоит сказать, что нашлось много родителей, которые не против, чтобы их чадо не только провели время с пользой, но и сэкономили семейный бюджет. Неудачный день на работе. У каждого бывают трудные моменты, вот и герой ролика явно не повезло. При беге мужчина спотыкнулся и в буквальном смысле оказался закатанным в рекламный баннер. Ситуация, конечно, комичная. Но нужно внимательнее подходить к делу, ведь во время такого падения можно получить тяжелые травмы. Будьте внимательнее и осторожней. Саша, ты страдаешь аллергией? Нет, не страдаю. Слава богу, пока и прецедентов не было. Ты знаешь, а я страдаю. Вот амброзия, которая летом так всех нас донимает, она вызывает у меня тоже вот эту неприятную реакцию. Ну что же, у меня для тебя хорошая новость есть, потому что в Симферополе все силы кинуты на борьбу с этим сорняком. 5 миллионов рублей для этого было выделено из бюджета на ликвидацию. Надо сказать, что сорняк, конечно, очень злостный. Он не боится ни засухи, ни вытаптывания, ни скашивания, ни даже затопления. У него такие мощные корни, они достигают в глубину почти 5 метров. Ого, 5 метров. Но да, я знаю о том, что если скашивать, то этот сорняк начинает еще больше разрастаться. Поэтому это действие неэффективно. Его надо вырывать только с корнями. Абсолютно верно. И на это, повторюсь, выделены большие деньги. И, дорогие друзья, если вы знаете, где возле вас произрастает этот вредный сорняк, вы можете обратиться в городской департамент благоустройства Симферополя. И вам помогут. Приедет специально обученная команда, которая локализует благоприятное воздействие. А может быть у кого-то на огородном участке растет этот сорняк? Или может у кого-то во дворе? Вы тоже можете помочь, присоединиться и вырвать этот сорняк. Потому что многие люди от него действительно страдают. Я смотрю, с каждым годом тех аллергиков становится еще больше. И власти Симферополя в этом году выделили 5 миллионов рублей. Я надеюсь, что наконец-то получится побороть эту проблему. Ну что же, это, конечно, хорошая новость. Но о том, какие еще в Симферополе новости, что там интересного происходит, я предлагаю спросить у нашего мобильного корреспондента Ольги Литвиненко, которая прямо сейчас находится в Симферополе. Ольга, здравствуй. Доброе утро, коллеги. Нас разделяет 167 километров. Я спряталась в тени и сейчас прогуливаюсь по Гагаринскому парку. У нас сегодня ясно практически весь день. Только к вечеру могут пойти дожди. Поэтому зрители, кто будет выходить под вечер, либо уже возвращаться с работы, не забудьте прихватить с собой зонтик. Это лишним не будет. Также я приготовила небольшой прогноз погоды для вас. Сегодня у вас солнечно, ясно. Однако под вечер небо может затянуться тучками. Температура воды 24 градуса тепла. Поэтому желаю вам попробовать все больше новых видов спорта. Также хотелось рассказать, сейчас лето, и хотелось рассказать о том, как наши дети, наши школьники проводят свой досуг. Так, Даша, здравствуй. Даша здесь отдыхает с мамой, они играют в настольный теннис. Здравствуй, Даша. Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как ты проводишь свои каникулы? Как ты набираешься сил? Я очень много езжу на море. Недавно была в Алуште, в Ялте и в Евпатории. Скоро поеду в Феодосию. Читаю книги. Какую книгу последнюю ты прочитала? «Приключения Нильса с дикими гусями». Сейчас читаю «Мэри Поппинс». Мне она очень нравится. Я еще катаюсь на роликах, на велосипеде, на самокате, хожу в зоопарк. В общем, отдыхаешь по полной. Молодец. Привет. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут, откуда ты к нам приехала? Меня зовут Юля, и я приехала из Якутска. Из Якутска. Отдыхать на все лето. Отдыхаешь все лето, да? Как тебе море? Мне нравится. По сравнению с Якутском, как тебе наша погода крымская? Хорошая. Хорошая. В общем, тебе все нравится, да? Да. В общем, желаем вам набираться сил перед новым учебным годом. Спасибо. Спасибо вам. Так что у нас в Симферополе все активно отдыхают, набираются сил. Чего желаю вам. Также сегодня хорошо отдохнуть и увлечься, попробовать себя в новом виде спорта. Коллеги, передаю вам слово. Студия. Находясь здесь в Оленевке, у нас совершенно нет проблем, куда же пойти и чем себя занять. Здесь можно, например, отправиться вечером на дискотеку, днем же посмотреть на спортивные состязания. Ну а для самых ленивых, так сказать, можно пойти на берег и понежиться возле Чёрного моря. Но в Симферополе, к сожалению, моря нет. И чем же занять себя в крымской столице, расскажет наш следующий сюжет. На основной сцене русского драматического театра имени Горького пьеса «Осторожно, тетки». Ироничная комедия с лихо закрученным сюжетом. Главные герои – две милые пенсионерки, спокойно доживающие свой век в старинном особняке. Однако с приездом в гости племянника все переворачивается с ног на голову. Начало спектакля в 19.00. В этот день на Ялтинской сцене театра имени Чехова премьера «Кукольный спектакль. Рассказы». Необычная постановка состоит из шести историй Антона Павловича, но только три из них будут представлены зрителю. Какие именно, определит воля случая. До начала представления даже актеры не узнают, что их ждет в финале. Начало в 13.00. В кинотеатрах покажут ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, снова оживут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар, на этот раз в сердце. Залечивать раны спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Время сеанса вы можете выбрать сами. Поклонникам вселенной Марвел покажут продолжение культового фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Основные действия происходят в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдохнуть без происшествий у ребят вряд ли получится. Им предстоит раскрыть тайну существ, пытающихся разрушить континент. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Ну а хочется выразить благодарность нашим партнерам, мебельной фирме «Фавила», которая предоставила нам эти очень удобные стулья, в которых ты, Саля, смотришься просто как Ангела Меркель. А я думала, как греческая богиня. У меня сегодня и прическа соответствующая, я так поседаю на белом троне. Практически с горы. Ну, можно так сказать. Ну, я бы добавил тогда скорее не греческая богиня, а богиня Атлантиды. Почему? Чем же я тебя напомнила богиню Атлантиды? Потому что в Крыму Атлантида существовала, как оказывается. Так называют древний затопленный город Акра, который находится на Керчевском полуострове. Он просуществовал почти тысячу лет и был затоплен просто Черным морем, потому что оно поднялось свой уровень. То море поднялось на высоту 5 метров и затопило 90% этого города, который просуществовал тысячу лет, а не стало его в пятом веке уже нашей эры. И жило там всего тысячу или полторы тысячи человек. Но тем не менее археологи ежегодно достают со дна моря огромное количество находок. Так вот буквально недавно закончилась очередная экспедиция, которая была организована совместно Русского географического общества, Эрмитажа. И нашли 200 уникальных находок. Это амфоры, глиняные кувшины, это утварь бытовая. В общем, много всего интересного. Да, я знаю, что они теперь хранятся в Золотой кладовой Восточно Крымского истройко-культурного музея-заповедника. И там можно как раз таки увидеть все эти экспонаты. Нужно сказать, что в этом музее уникальная коллекция. И все коллекционеры мира туда стягиваются посмотреть на сокровища от древнего Крыма. Ну а о других коллекционерах, которые тоже коллекционируют ценные вещи, расскажет наш корреспондент Ольга Литвиненко. Говорят, что за деньги можно купить все. Но именно это свойство неинтересно Николаю Шаповалову. Он за деньги покупает деньги. Моя тема коллекции – это банистика. Все, что связано с бумажными денежными знаками и ценными бумагами, которые имели хозяин на территории Крыма. У нас различен период времени. Его коллекции, банкноты, акции, облигации и даже бутылочные этикетки с богатым прошлым. Однако особую гордость составляет собрание долговых документов дореволюционной России. У меня в руках облигация займа города Ялты 1911 года номиналом 187 рублей 50 копеек. На вырученные средства были построены водопровод, рестораны и другие общественные здания. А это облигация 1867 года номиналом 125 рублей. На ее средства была построена Николаевская железная дорога. В царской России государство неплохо зарабатывало, давая займы частным лицам. Ценные бумаги приносили доход заемщикам и пользу обществу. Всего на территории Таврической губернии было объявлено три займа. В Севастополе, Ялте, Симферополе. Казначейство выпускало акции на двух языках – французском и русском. Акции имели международное хождение. И многие иностранцы, было выгодно покупать ценные бумаги Российской империи, потому что у нас был больший курс. У нас большая купаемость была. В этом альбоме государственные облигации уже советского периода и времен перестройки. Они различного имеют хождение с 1949-го. До 1982 года в Советском Союзе выпускали такие денежные знаки. А вот бутылочные этикетки Николай собирает скорее для души. Они могут рассказать много интересных историй. Ведь в советские годы выбор напитков был невелик, поэтому каждый из них связан с каким-то периодом жизни. Кто приезжал в советские времена или вначале, все вспоминают, вот, мне такого родителей покупали, или молко как пили, или с чем-то его запивали. Различные вспоминают. Это ностальгия и память о детстве, скажем так. Для Николая главная ценность коллекции историческая. Даже на содержимое своего кошелька коллекционер смотрит иначе, чем все остальные. Пройдет время, и современные купюры станут предметом коллекционирования. Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. Саш, ну вот расскажи еще по поводу скейта. Мне интересно, занимался ли ты в детстве? Потому что в наше время это было такое популярное направление. И мне кажется, абсолютно все мальчишки и девчонки катались по площади Ленина в Симферополе. Потому что это было самое популярное место сборища скейтеров. И там можно было их всегда увидеть. Отвечу вопросом на вопрос. А ты каталась по площади Ленина на скейте? На скейте не каталась. Я тоже не катался. Но я знаю, что это, наверное, из всех видов спорта, которые здесь представлены, пожалуй, единственный, который мне хорошо знаком. Но тем не менее он хранит массу тайн и всяких секретов, которые наверняка расскажет гость, к которому я сейчас прямо и пойду. Давай, Саша. Ну, а вообще хочется сказать, что действительно, здесь на Экстрим Крыме развивается огромное количество спортивных направлений. Они все демонстрируются. И приезжают много молодых ребят, которые заряжаются этой энергией. Я думаю, они посмотрят и обязательно тоже для себя откроют что-то новенькое. Надеемся, что после наших эфиров вы тоже это сделали. А в гостях нашей студии Денис Баканов, скейтбордист и райдер команды «Кутеж Фэмили». Наверняка про скейт он знает все. И сегодня поделится с вами, дорогие телезрители, этой полезной информацией. Денис, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Как ваше утро нового дня началось? Ой, мое утро началось очень с хорошей погоды. Прекрасные пробежки до Экстрим Крыма. Разминка для того, чтобы день прошел не зря. То есть без пробежки день проходит зря? Ну да, да. Да, нужно разогнать кровь, разогнать тело, чтобы дух был по максималке на целый день. Это с вами абсолютно согласен, потому что начинать зарядки – это здорово. Насколько важна зарядка для вашего вида спорта? Не так, как для вида спорта она очень важна, а так, как для проведения целого дня. Я считаю, что разогнать кровь, вот, все зависит, как ты начнешь утро. С хорошего питания, с пробежки, с той же зарядки обычной. Вот это и есть ключевой момент в начале дня. Денис, давайте поговорим теперь про ваш вид спорта – скейтборд. Почему вы его выбрали, как давно вы занимаетесь катанием на доске? Я изначально занимался и брейк-дансом, и акробатикой. Ну, все, о чем я мечтал, я достиг в этих видах, в этих дисциплинах. Но, как бы, скейтборд в нем нет предела. И здесь можно развиваться до бесконечности. Здесь есть много направлений, то есть на всю жизнь хватит, если хватит здоровья. А сколько вы времени занимаетесь? Уже 12 лет занимаюсь. Ну, это уже порядком. Я знаю, что у вас есть своя команда под названием «Кутеж Фэмили». Да, да, да. Почему такое необычное название «Кутеж Семья» и сколько у вас человек? У нас, наша команда насчитывает около 15 человек, все раскиданы по всем уголкам Крыма. Все, как бы, ведут максимально здоровый вопрос жизни, стремятся развивать свои дисциплины, это БМИ и скейтборд, и сами пытаются развиваться по максимальному. Ну, а не мешает вашим совместным тренировкам то, что вы находитесь в разных частях полуострова? Совершенно нет, так как скейтбординг, в первую очередь, путешествия, совместные путешествия, это дружба, вот, так что это совсем не мешает. А далеко ли можно уехать на скейтборде? Уехать в плане… Путешествия. Путешествия, конечно, конечно. Если скейтеры, встречая скейтеры в другом городе, они обычно, как бы, уже пересекаются, уже как бы, уже чувствуется дружба, понимаете? Это… Какая связь между ними? Вот. И обычно ребята путешествуют, ночуют у скейтберов, там, вместе путешествуют в палатках, то есть доходит до того, что даже можно без денег путешествовать по городам, и тебя где-то приютят, где-то помогут. Накормят? Накормят, да. А как развивается скейтспорт в Крыму? В Крыму, вот, ближайшие два года, ой, не ближайшие, последние два года начало развиваться по-максимальному, так как сейчас начали строить скейтпарки, особенно в Севастополе, в Судаке, в Керчи. Вот. Ребята все, ну, как бы, спорта фуроризируется, ребята переходят и на BMX, также и на самокат, и на скейт. Вот. Ну, это популярные, популярные виды спорта, экстремальные виды спорта, как бы, куда без этого. А где заниматься можно с этим спортом, скейтингом, в Симферополе, например? В Симферополе есть скейтпарк-таблетка, очень старый скейтпарк, но, к сожалению, он сейчас в плохом состоянии, и ребята надеются на лучшее, на реконструкцию скейтпарка или хотя бы новую скейтпарку. Ну, я думаю, что город у нас очень быстро развивается, и в самое ближайшее время в Симферополе появится тоже прекрасный скейтпарк, где можно будет заниматься. А скажите, вот, как все-таки вы пришли к этому спорту? Почему именно скейтборд, почему и что-то иное? Все началось с малого, с обычной игры, ну, это, ну, Тони Харк называется игра, вот. Все началось с малого, что мой друг купил доску, и я тоже купил доску, как бы, вроде даже не было мест для катания. Ну, мы начали понемногу, понемногу, оно, знаете, как задело, задело душу, оно, это очень сложно, а мне нравятся сложности, в них есть какая-то изюминка. Насколько я понимаю, BMX и скейт, это некие смешные такие дисциплины. Ну, во-первых, это олимпийский видоскорта, уже в 2020 году, получается, в Токио представят BMX, BMX парк, BMX стрит и также скейт, скейт парк и скейт стрит. Вот. Но это не смешанные, это разные. Как говорят, одесские... Я сказал, смежные. Смежные. Ну, да, да, ребята вместе обычно и путешествуют, и тусуются, то есть, это, как бы, общительность между BMX и скейтерами очень хорошая. А насколько дорогой это вид спорта? BMX очень дорогой вид спорта, а вот скейт будет подешевле, то есть, даже человек со средним заработком может себе позволить скейт, скейт, да. Но я так полагаю, что скейт-доски тоже имеют оранжи определенные по ценовой категории. В чем разница между дорогой доской и дешевой? Ну, дорогая доска в основном делается, сейчас делается в Китае, из канадского клёна, и с эпоксидной смолой, и там много технологий разных, даже карбоновые слои добавляют. Но она держится очень долго. Для новичка она, в принципе, хватит на год, ее. Вот, а для персонала или такого высокого уровня скейтнера, ну, на два месяца вполне хватает. А что происходит потом с доской за два месяца? Потом она начинает рассыхаться, расслабиваться, ну, либо ее ломают просто пополам от неудачных приземлений. То есть, иными словами, скейт-то такая недолговечная сама по себе? Нет, нет, ну, там есть еще комплектующие, подвески, колеса, подшипники, они держатся достаточно долго. А вот сама доска, она ее меняет регулярно. То есть, доска и наждачка съемку. У нас, к сожалению, осталось всего лишь 30 секунд. Я прошу вас немного рассказать о вашем атмосфере Экстрим Крыма и пожелать что-нибудь участникам фестиваля. Атмосфера Экстрим Крыма мне очень нравится. Особенно нравится музыка, концерты здесь. И сам скейт-марк, он был, мне кажется, он пока самый лучший здесь, сделан по циклической фигуре. Пожелаю всем участникам, хочу только удачи и меньше травм. Большое спасибо. Вспоминаю, в гостях нашей студии Денис Баканов, скейтбордист и райдер команды Путеж Фэмили. Ну, мы двигаемся дальше по волнам эфира, дальше у нас Крым Онлайн, а я пока возвращаюсь к своей соведущей. Необычного покупателя заметили очевидцы в одном из продуктовых магазинов Симферополя. Крыса сидела около прилавка и, видимо, размышляла, чем она хочет отобедать в этот день. Как ни странно, убежать при виде людей животное не пыталось, а спокойно продолжало заниматься своими делами. Получить заряд бодрости и познать азы водного спорта. Выглядит впечатляюще, но как бы легко это ни казалось на первый взгляд, покорить вейксерф не так просто. Доска постоянно норовит выскользнуть из-под ног. Волны девушки ловили на фиоленте. Пока одни греются на солнышке и купаются в море, другие плавают прямо во дворе собственного дома. Такой мокрый сюрприз Евпаторийцам накануне принесла непогода. По словам очевидцев, дождь лил не больше часа, но город затопило до такой степени, что выбраться на прогулку можно только на лодке или вплавь. Ради счастливых детских глаз родители готовы горы свернуть. Мама этих малышей решила сделать им сюрприз и заказала путешествие на вертолете. Только посмотрите, с каким восторгом непоседы любуются крымскими пейзажами с высоты птичьего полета. Крым не только море и пляж. Эти кадры на квадрокоптер засняла семейная пара из Ялты. Молодые люди путешествуют по самым красивым местам полуострова и создают короткие ролики для социальных сетей. На этом видео пещерный город Эскикермен. А вы там бывали? Крымский хатико. Эту картину запечатлели очевидцы в Ялте. Пока мужчина играет на трубе, пес сидит рядом и подпевает. По словам местных, у этого дуэта очень печальная предыстория. Хозяин Мухтара был спасателем и несколько лет назад не вернулся с работы. Пес же долго бродил по набережной и ждал его. Однажды он прибился к местному музыканту и теперь поет для всех прохожих свои печальные песни. К популярному флешмобу Bottle Cap присоединился и крымский ведущий новостей. Перед эфиром Александр Макарь мастерски свинкил крышку с бутылки минеральной воды. О том, сколько дублей было сделано до конечного результата, знают только ассистенты режиссера, которые наблюдали за процессом из тайной комнаты. Саш, ты соскучился по Симферополю? Честно говоря, да. Но я уже не дождусь завтрашнего дня, когда я увижу родные стены, родные часовые башни. Наверное, ты соскучился по улицам Симферополя. Безусловно. Ну, давай я тебе немного тогда напомню, как они выглядят. Наш корреспондент мобильный, который сейчас находится там, Оля Митиненко. Оля, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. К примеру, две девушки, очень хочется к ним подойти, поинтересоваться. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь и как часто вы приходите сюда? Ну, мы приходим каждый день. Каждое утро сюда. Каждое утро, да? Занимаемся, да. Несмотря на жару, да? Да, тут прекрасно занимаются, тренажеры, все хорошо, нам очень нравится. Есть пожара, есть тенок. Да. Если есть возможность покататься на велосипедах, мы покатаемся. Мы всегда во дворе в ролик покатаемся. Видим здоровый образ жизни. Уютно, удобно и комфортно, да? Ведь здесь сосредотачиваются одни спортивные люди. Очень хочется к вам подойти. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Россия. Россия, почти как Россия, да? Да, как Россия. Расскажите, каким видом спорта или видами, очень спортивный молодой человек, по вам видно, вы занимаетесь? Заниматься спортом просто, как вам видно сейчас, это какой парт хороший. Здесь можно каждый раз, если хочу, прийти и заниматься спортом, так удобно и практически хороший. И материальный, очень хороший тоже. Всегда находите возможность? Да, да, да. Можно так. Скажите, а вы что-то слышали об экстрим-Крыме? Ну, еще нет пока. Еще не слышали, да? Да, еще не слышали. Ну, я думаю, вы обязательно с ним познакомитесь и поедете. Так вот, друзья, я не буду больше здесь кого-то отвлекать, потому что не хочется, чтобы люди останавливались, а наслаждались своим спортом и заряжались энергией. Потому что у нас все для этого есть. У нас есть замечательные условия, замечательная погода и свободное время. Главное желание, как говорится. И желаю вам найти свой вид спорта там. И, может быть, стоит заниматься только одним видом спорта. Поэтому, коллеги, я передаю вам слово и желаю насладиться свободным временем. Более 150 тысяч пассажиров уже с начала курортного сезона воспользовалось единым билетом. И известно, что до конца сентября этой услугой воспользуются около 300 тысяч человек. Все они едут в направлении Крыма, то есть именно сюда приезжают. И стоит отметить, что крымские города пользуются у них большой популярностью. Напомним, что единый билет – это очень удобная система, при которой можно купить билет одной, грубо говоря, бумагой. И сесть сначала на поезд, потом на самолет, потом на паром. Ну, без самолета, конечно, там задействованы автобус, поезд. И раньше был паром, сейчас без парома. Но также стоит отметить, что вот по этому единому билету чаще всего приезжают в Феодосию. Для меня это, кстати, удивительно. Потом выбирают Евпаторию, и лишь на третьем месте оказывается Ялта. Хотя, казалось бы, обычно это было наоборот. А Симферополь на четвертом? Вот, Симферополь на четвертом. Но это потому, что он является транзитной точкой, и отсюда можно уехать в курортные города. Но я для себя делаю какой вывод, что уже многие россияне открыли для себя Ялту. Как правило, туда едут первый раз. А теперь они приезжают сюда повторно для того, чтобы узнать наши новые крымские города. Более того, скажу, что информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь. И единый билет – это один из этих пунктов. Но о том, как пожилые люди учатся компьютерной грамотности, что тоже немаловажно, расскажет Артем Андроновский. С целью адаптации пожилых людей к нашему суетливому и переменчивому времени высоких технологий в библиотеке организовали курсы цифровой грамотности. Новинка старшее поколение заинтересовала. На данный момент класс умещает в себя всего лишь 10 учеников, но в очереди уже числятся около сотни абитуриентов. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день это одна из самых востребованных услуг библиотеки Франко. С начала года мы уже обучили 90 человек. Лучшей рекламой курса послужило сарафанное радио. Готовые к сетевому общению пенсионеры привлекают своих друзей и знакомых. И не просто так. Цифровые технологии буквально открывают для учащихся дивный новый мир возможностей и неограниченной информации. Как связаться с родственниками? Узнать самые последние актуальные новости, возможно, выучить рецепт или оплатить госуслуги. Всему этому учат здесь. Но перед тем, как влезать в необъятное море сети интернет, нужно взяться за карандаши, ручки и даже тетради. Тем более, что студенты приступают к освоению мировой паутины со своими конкретными целями. Пытаюсь научиться работать на компьютере, которого у меня дома нет пока. Я думаю, что я его приобретаю, поскольку общение на компьютере с другими людьми необходимо. Впрочем, заслугой курса является доступность не только информационная, но и финансовая. Занятия совершенно бесплатны, пройти их может каждый желающий. Тем более, что по справедливому мнению руководства, в наши дни это просто необходимо. Сегодня время повышенной скорости. Очень уместны слова Львиса Кэрролла из «Алиса в стране чудес». Чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. А для того, чтобы куда-то попасть, нужно бежать вдвоем быстрее. Неотъемлемый плюс обучения – как живое, так и онлайн-общение. Люди приходят сюда, чтобы завести новые знакомства и друзей в социальных сетях. Вчера мы почтовые ящики заводили, и написали с близкими, с друзьями, и даже аватарчики им посылали всякие открыточки. Открыв для себя безграничный простор мировой сети, сложно удержаться. Неистощаемый объем свободной информации пробуждает волю к знаниям и мотивирует учиться чему-то новому. Да, школа игре на гитаре, и это будет участие на гитаре. По интернету? Ну, как! Но, как и в любом другом деле, освоение интернета требует взвешенного, терпеливого подхода. Учитель рассказывает все максимально доступно и понятно, демонстрируя каждый пункт учебной программы на мониторах учеников. Ну, комплективный, это как музыкальный инструмент. Ужелательно каждый день заниматься. Тогда оно будет отходиться, отходиться, навык сояльничества. А вот это такое появление. Занятия будут проходить еще целый час. Сегодня изучают социальные сервисы. Так что мы, пожалуй, не будем мешать студентам изучать такое непростое, но все же крайне актуальное ремесло интернет-серфинг. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня. Доброе утро всем тем, кто встречает это утро с нами. Кто приобрел первый час с нами и кто только что к нам присоединился. А я напомню, мы вещаем из Оленевки, где в эти дни проходит экстрим Крым. И, конечно же, все самые актуальные новости мы посвящаем ему. Но не только об этом рассказываем. Много еще интересного у нас для вас заготовлено. 11-й час. Я думаю, пора поговорить о чем-то очень хорошем. Да, скажем о том, что приближается единый день голосования, который состоится 8 сентября. Теперь проголосовать стало еще проще, чем это было. Потому что не обязательно быть привязанным к своему избирательному участку. Достаточно прийти в многофункциональный центр моей документы и там выбрать участок, близкий к вашему нынешнему проживанию. Вспоминаем, что выборы в Государственный совет Республики Крым состоятся в этом году, 8 сентября. И теперь все гораздо проще. А подробнее о том, как избрать свое место голосования, расскажет Николай Уваров. У Владимира Петрушко рабочий график расписан на полгода вперед. Он менеджер. На одном месте сидеть не приходится. А в день голосования вообще уедет в отпуск. Так что новая система выбора участка – то, что надо. Узнал, что можно в МФЦ открепиться, взять открепительный документ. И в Ялте прикреплюсь и буду там голосовать. Насколько это для вас удобно? Это очень удобно. Мне не придется ехать с Ялты, возвращаться в Симферополь. Я буду отдыхать и заодно проголосую. В крымских МФЦ ждут наплыва желающих взять открепительный талон. Подготовились профессионально. В МФЦ и так уже нет давки очередей. А с учетом того, что это приоритетная для нас будет услуга, конечно, да. Конечно, без очередей. Голосовать могут все, кто достиг совершеннолетия. Для этого необходим паспорт с крымской пропиской или временное удостоверение личности. С программой «Мобильный избиратель» крымчане познакомились во время президентских выборов в 2018 году. Система оказалась востребованной и получила положительные отзывы. В комфортном зале многофункционального центра время ожидания составит не более 10-15 минут. За своей очередью можно следить по электронному табло. Далее по громкой связи объявят ваш номер и вы подойдете к нужному окошку оператора. В этой схеме самое важное знать свое личное рабочее расписание для того, чтобы определиться, где именно вы будете в день голосования. Здравствуйте. В пункте приема заявления оператор поможет определиться с нужным избирательным участком и оформить заявку. Затем вручат открепительный талон, в котором будет вся информация. Но можно также оформить все через интернет на портале госуслуги. Механизм очень простой, но обращаю внимание на то, что вы имеете это право до 4 сентября. То есть с 24 июля до 4 сентября. Теперь с 28 августа точно такое же заявление вы сможете подать в участковых избирательных комиссиях. Даже если вы опоздали, шансы выполнить свой гражданский долг есть. 5 и 6 сентября можно написать специальное заявление и получить открепительный талон. Однако напомним, что услуга единоразовая. Изменить место голосования уже не удастся. Николай Уваров, Роман Ананьев, Новости 24. На Георгиевской скале мы со Фиолент установили новый мраморный крест. Напомню, что прошедший был снесен ветром и простоял 28 лет. Ну а о том, какие были проведены работы для восстановления самого памятного знака города Севастополя, расскажет наш собственный корреспондент в своем сюжете. С конца июня на Георгиевской скале велись работы по установлению нового символа веры. Для возведения святыни плавкраном туда было доставлено 22 тонны материала. Установка 8-метрового креста состояла из 8 частей. Вес каждый около 300 килограммов. При этом конструкция углублена в скалу на 2,5 метра. Сам символ сделан в историческом стиле и покрыт натуральным камнем. Вечером с берега будет освещаться прожекторами. Он простоит очень долго, гарантирую 100 лет. Он сделан из металлокаркаса. Металлокаркас покрыт специальными составами антикоррозионными. Он простоит, я еще раз говорю, много учили. Мы сделали там дорожки, сделали ступени, новые лестницы, новые лестничные марши, сделали причал для катеров и сделали ограждение. То есть там вполне безопасно можно туда подниматься, даже детям. Напомним, ранее на скале возвышался металлический крест, но он был разрушен штормом в ноябре 2018 года. А впервые символ веры здесь был установлен еще в 1891 году в честь тысячелетия, расположенного рядом Свято-Георгиевского монастыря. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Безопасно и даже полезно. Специалисты уверяют, симферопольцам не надо фильтровать воду перед употреблением. Она соответствует всем нормам и требованиям. Ну а более детально, в качестве содержимого симферопольских водопроводных сетей разобралась корреспондент Алина Лакланова. Этот кран с водопровода городского, здесь мы только моем руки, моем посуду. А с этого, это у нас кран с фильтра, с которого мы набираем воду, то есть которая очищает сатронная очистка, мы готовим кушать и также самоупотребляем ее. В семье Кемеровых опасаются инфекции вредных веществ. И они не одиноки в своем убеждении. Хотя специалисты заверяют, бояться нечего. Ситуацию держат на контроле. Начали говорить, что плохая вода в городе Симферополе. Мы сразу же обратились в лабораторию и нам объяснили, показали всю эту процедуру. Процесс действительно проходит у нас регулируемый, контролируемый и все как бы нормально. Если возникают опасения, можно обратиться на предприятие «Вода Крыма». Мы пригласили экспертов в квартиру Кемеровых. Сначала кран обжигают, затем в течение пяти минут воду спускают, чтобы избавиться от осадка. После этого жидкость в двух колбах отправляют на биохимическую экспертизу. Не являясь экспертами, сейчас мы можем оценить лишь только запах и внешний вид. Вот вода, которую мы набрали из фильтра. Она абсолютно чистая, в ней нет никаких примесей, соответственно, запаха абсолютно никакого нет. Эту воду мы набрали из крана. В ней также нет никаких осадков и по запаху она слегка отдает металлам. Сотрудники лаборатории успокаивают. Запах вовсе не железа, а хлора. Его применяют для обеззараживания. А вот соответствует ли вода нормам, можно узнать только после исследования. Мы знаем, что вода, поступающая с водочных сооружений, проходит все стадии водоподготовки. Хлорируется, обеззараживается, коагулируется в зависимости и поступает, согласно требованиям Санпина, вода питьевая. Пока идет проверка, проводим небольшой эксперимент, безопасный для участников. Для этого мы вышли в центр Симферополя, чтобы попросить жителей опробовать воду из двух стаканов и определить, в каком из них она прошла дополнительную фильтрацию, а в каком – прямиком из крана. Вот это мягче. Ну, я думаю, в этом стакане вода из кжана. Так, я думаю, это профильтровано. Почти все дали правильный ответ. Говорят, у водопроводной есть вкус, но описать его сложно. Тем временем готовы результаты анализа воды из квартиры Кемеровых. Анализ, который мы делали, соответствует Санпину. Делали анализ остаточных хлор, хлориды, щелочность, мутность. Вода абсолютно хорошая. И безопасная. А наличие запаха и вкуса – естественное явление. Это мог бы подтвердить любой водный сомелье. Алина Бакланова, Руслан Князев, Сейтмемет Кукчиев, Алексей Семенов. Новости 24. Саленька, скажи, пожалуйста, когда ты впервые в жизни столкнулась с компьютером? С компьютером? Ой, я помню это время. Я еще была в школе, и у нас были уроки информатики. И это было так смешно. Нам преподавали самое, кажется, сейчас вообще забавное. Как включать компьютер, например. Как открывать Word, как в нем писать, как сохранять файл. Сейчас я понимаю, что это такая примитивная информация. И неужели этому нужно было посвящать уроки? Но тогда это было необходимо. Ну, собственно говоря, для многих людей это до сих пор остается загадкой. Люди боятся компьютера, особенно люди пожилого возраста. И специально для них организовали курсы, где можно обучиться этому. Да, но мы об этом уже рассказывали, Саша. И действительно, у нас есть сейчас такие институты, где можно людям третьего возраста обучиться. Но хотелось бы сказать, что самое удивительное, ведь у нас в Крыму есть и те, кто занимаются воркаутом, например, да, молодежь. Есть люди, взрослые пенсионеры, которых интересует компьютерная грамотность. Поэтому сейчас мы расскажем уже о молодежи. Вот как им, почему им нравится воркаут. Я думаю, что об этом мы узнаем из следующего сюжета. Две минуты на выступление и полная свобода действий. На фестивале «Экстрим Крым» начались соревнования по одной из самых зрелищных дисциплин – воркаут. В первом этапе участникам предстоит показать уровень владения головокружительными элементами. Турники, брусья и шведская стенка – казалось бы, это всего лишь три гимнастических снаряда. Тем не менее, ребята, которые приехали со всех уголков в России, готовы показать, как они выражаются сами. Настоящий праздник на спортивной площадке. Вместе с первыми выступлениями на площадке развернулась настоящая битва. Стойки на руках. Причем, если элемент не удалось зафиксировать, очки за его сложность судьи не зачтут. Несмотря на то, что первое выступление спортсмена из Нижнего Тагила получило максимальное количество очков, парень недоволен собой. Говорит, удалось реализовать задуманное только на три из пяти. Я хочу лучше выступить, чем в первый раз. И пожелче сделать комбинации. А какие элементы будут? Ну, 540 постараюсь сделать. Самолет, сальто. Как правило, воркаутом занимаются парни. И когда на площадку вышла Мария, ни судьи, ни зрители и подумать не могли, что девушка окажется серьезным конкурентом. Как оказалось, фору она может дать многим. Вообще, я занималась паркуром, но так как у меня небольшая травма ног, я перестала силовые тренировки больше. И мне очень просто это нравится. Мне это отдаст вставляет и мотивирует. Наблюдая за выступлениями атлетов, создается впечатление, будто всем этим стойкам и пируэтам не так уж и сложно научиться. Настолько легко играючи выступают спортсмены. Но это не так. На отработку некоторых движений уходят годы. Чтобы достигнуть хорошего уровня в воркауте, на мой взгляд, нужно не менее пяти лет. Все зависит от того, как вы правильно занимаетесь, как вы правильно питаетесь, насколько вы хорошо спите. Очень много факторов от этого зависит. И от желания, соответственно, от человека тоже. Чтобы получить максимальное количество баллов, спортсмены должны проявить мастерство и во владении снарядами. Не меньше важен артистизм участников. Обыгрывая связки трюков, выступающие должны передать зрителям свою энергетику. Те, кому удалось это сделать без осечек, продолжат борьбу в следующих этапах. Стефан Филатов, Иван Ковалев. Утро нового дня. Саша, ну вот еще есть такая новость, которая меня не может не радовать. Потому что я люблю, когда наш Крым светится в самых лучших списках. И в этот раз засветились, можно так сказать, горы. Они попали в десятку тех гор, которые любят посещать россияне. Абсолютно верно. Обогнали наши крымские горы только Красная Поляна в Сочи и казахский курорт Чимбулак. Собственно говоря, действительно, крымские горы, они уникальные. Они очень похожи на побережье Средиземного моря. И достаточно высокая высота, как мы знаем, самой высокой точки Крыма. Горы Роман-Кош, 545 метров над уровнем моря. Но я бы сказала, все-таки 1234, это гора Айпетри. Это гора Айпетри, это зубцы Айпетри. Это не считается самой высокой? Нет, самая высокая Роман-Кош. Потом там еще, это на горе Бапуган, если быть точным, на Далуштой, если быть совсем точным. Там еще есть ряд мелких вершинок. Но, кстати говоря, самое интересное, что Роман-Кош хоть и является самой высокой точкой Крыма, при этом она далеко не самая, скажем, краевидная, потому что с нее открывается вид в основном на плато. А вот самая красивая точка Крыма, она пятая по счету. Это Экклезий-Бурун на Четердаге, а тут открывается самый потрясающий панорамный вид на побережье моря. Вот это я теперь буду знать, возьму себе на заметку, потому что я, как и все туристы, приезжающие к нам, конечно же, раньше ходила из Ялты через водопад Учансу и приходила на Айпетри, на эту точку. И действительно, это самое популярное направление для трекинга, для туристов. Какие еще бывают популярные у туристов направления активного образа жизни, как ты думаешь? Так, ну вот у меня, например, есть информация, через перевал Шайтан-Мердвен, до Черепи, Яурн-Бели и до Форосской церкви, если честно, я даже не знала этих названий. Хотя на Форосской церкви я была. Это так называемая Старая Севастопольская дорога, вдоль нее проходят все эти маршруты. Там очень и очень красиво, очень рекомендую в свободное от работы время туда заглянуть. Ну, Саша, а что мы только о горах да о горах. Давай еще поговорим о море, потому что здесь тоже есть, чем заняться именно на море. Например, парусными видами спорта их огромное множество и более подробно. Я думаю, об этом расскажет наш гость. Абсолютно верно. Я отправляюсь к нему. Нужно сказать, что действительно очень много здесь парусников. Буквально выходишь вечером и весь берег просто уставлен лодочками, каяками с парусом, досками с парусом. Парусов много, только вот не хватает алых парусов. В основном белые и разноцветные. Ну что ж, надеюсь, алые паруса тоже до этого берега дойдут. Ну, стоит сказать, что мне и самой однажды доводилось принимать участие в регате. И впечатления, и эмоции у меня остались самые положительные. Но я думаю, что не регата единый. Вообще знаменит парусный спорт. И у нас сегодня в гостях Алексей Андруцкий, президент Федерации парусного спорта в Крыму. Ну, здравствуйте, Алексей. Добрый день. Вот расскажите мне о том, сначала, как в Крыму, как у нас вообще на Экстрим Крыме, какие были заявлены парусные виды спорта. Что именно? Мы проводили соревнования по гидрофойлу, кайтфойлу. Ну что? Так вы нам разъясняете. А то какие-то загадочные слова говорите. Да. Дело в том, что весь цивилизованный мир движется сейчас в парусе в направлении подводных крыльев. В принципе, все спортивные снаряды сейчас так или иначе переоборудуют, перестраивают и пристраивают такие подводные крылья, которые добавляют и скорости, и динамики, и остроты против ветра. Собственно, совсем другая зрелищность появляется. То есть парусный спорт сейчас развивается технически больше? Да. Это вот как ракетостроение. Точно. Это все сейчас применимы космические технологии, поэтому конкурирование и строительство космического корабля и современных там парусных вот всех этих гоночных штучек, да, потому что и парусная доска, и кайтборд, и яхты, в принципе, они хоть и имеют там плюс-минус движитель, это ветер, да, на самом деле это все совершенно разные снаряды, абсолютно по-разному построены, сконструированы, выполняющие каждую свою там цель и задачу, но это точно инновационная и очень такая современная история, современное движение и очень сложное. Вы знаете, Андрей, я была очень удивлена, когда приехала сюда, я никогда не знала, что, оказывается, серфинг имеет огромное количество направлений, самых разных видов. Да. То есть есть сап, есть кайт, есть винт, есть вейк, серфинг. Я была удивлена. Но я так понимаю, что все-таки наше побережье для этого не подходит. У нас нет таких волн, чтобы на них кататься. Ну, это вот первое заблуждение, с которым мы встречаемся регулярно. И те люди, которые давно этим занимаются и профессионально занимаются, они как раз к Крыму и Крымскому побережью относятся как к меке этого направления. И все специалисты сводятся к одному о том, что в Крыму самые идеальные условия для развития этих направлений и занятия этими витровыми. Ну, в каком плане самые идеальные условия? Погодно-ветровые. Ветер здесь есть регулярно всегда. Здесь абсолютно разная акватория. То есть ты можешь найти и закрытую воду, можешь найти... Даже если мы посмотрим на эту бухту, это побережье, то мы с вами видим, где у нас больше волны. А если туда посмотреть, то вот вроде бы там 300 метров и уже волны нет. Хотя та же самая бухта. И здесь, в этой бухте, мы можем сразу же гоняться и кататься в разных условиях. То, с чем встречаются профессиональные спортсмены на других акваториях, они должны уметь хорошо гонять и по сильной волне, и по слабой волне, и по чопу, и в безветрие уметь выбираться. Потому что, когда ты приезжаешь на соревнования, там, чемпионат мира, чемпионат Европы или Олимпийские игры, ты находишься в незнакомой, нестандартной ситуации, незнакомых условиях. И ты должен пройти, уже иметь достаточные навыки для того, чтобы ты в этих условиях, в этой акватории мог сориентироваться и действительно отгоняться на высоком уровне. Вот в Крыму, в все эти условия. Я с вами все-таки поспорю в этом плане. Почему? Потому что я знаю, что в сентябре состоится чемпионат мира по вейк-серфингу, и там будет принимать участие, конечно же, наша сборная. У нас была в гостях, мы разговаривали с девушкой, которая входит в эту сборную, это вице-чемпион мира Ксения Наумова, и она сказала о том, что здесь она не тренируется. То есть для тренировок она выбирает все-таки Краснодарский край. Для вейка. Для вейка, да. Это не парусное направление. Это не парусное. Не парусное направление. Вейкборд – это водно-лыжный вид спорта. Лыжник там либо за стационарным тросом, лебедки устанавливаются стационарные, он за ними движется, либо это за катером. У нас, вот чем отличаются парусные виды спорта, то, что у нас движитель – это парус в том или ином виде. Поэтому у нас все сосредоточено на ветре и парусе. Нам чем больше ветра, тем лучше. А для вейкбординга, наоборот, идеально – это гладкая вода. Андрей, у нас остается очень мало времени, буквально 30 секунд. Расскажите о ближайших планах. Возможно, где-то будут проходить соревнования. Может быть, кто-то сможет присоединиться как зритель, а кто-то как участник. Сегодня, завершающий день фестиваля, мы проводим для любителей соревнования по виндсерфингу и кайтбордингу. Все желающие могут прийти, принять участие. Это уже фановые мероприятия. То есть, такая, большой семьей дружно собираемся, вышли на воду, покатались, отгонялись, выставили дистанцию, получили удовольствие. Собственно, мы все здесь за тем, чтобы продвигать, популяризировать это направление, это место, это показывать, о том, что как круто заниматься спортом, вести активный образ жизни. И здесь все желающие сегодня смогут себя попробовать. Мне кажется, это отлично получается, как раз-таки популяризировать виды спорта. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня был в гостях Алексей Андруцкий, президент Федерации парусного спорта Крыма. На этом мы с вами, половина, прощаемся. Но не с вами, наши зрители. Вам мы предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику. А я пока что к Саше. Актриса, у которой нет Оскара. В Китае сотрудникам зоопарка удалось снять конфликт двух панд. Одна из них лишь замахнулась лапой, но вот реакция соперницы оказалась куда ярче. Животное театрально повалилось на землю, а после, сделав несколько шагов, еще и скатилось вниз по лестнице. А говорят еще, что нет дыма без огня. Погоня юрского периода. Британские полицейские преследовали человека, одетого в костюм динозавра. Он был замечен в городе Плимут. Доисторический гигант то и дело переваливался со стороны в сторону, так что преследователи просто не смогли сдержать эмоции. Золодей выглядит крайне комично. Сами же полицейские шутят, что теперь понятно, почему древние существа не сохранились до наших дней. Впрочем, необычные сюрпризы встречаются не только на дороге. Из озера в Благовещенском парке достали 10-килограммовый пельмень. Арт-объект был изготовлен и запущен в воду силами творческой молодежи города. Но они сделали это без разрешения властей. В данный момент пельмень помещен на склад, где и будет ожидать решения администрации парка. Самая крутая улица в мире. Жителям уэльского города Хархлех удалось отобрать это название у новозеландцев. Совсем недавно форт Пенлех была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, так как ее уклон составляет целых 37 и 45 градусов. Активисты не скрывают своей гордости и говорят, что, конечно, жаль новозеландцев, но круче значит круче. А вот как нужно проводить время с отцом. Когда дети идут по стопам родителей, это хорошо. А когда это еще и увлечение спортом, то это просто замечательно. Ну вот и герой этого ролика прививает любовь к активному образу жизни с малого возраста. Для этого он использует скакалку и вместе с дочкой выполняет ряд синхронных упражнений. Такой необычный способ прыжков называется роудскиппинг. Непростое занятие отдается дуэту с легкостью. Чтение книг как способ сократить затраты. В Теннессе, чтобы привить детям любовь к книгам, парикмахер стал предлагать скидку на стрижку. В салоне она стоит 15 долларов, но если при этом маленькие посетители будут читать во время сеанса, то подстригутся всего за 10. Стоит сказать, что нашлось много родителей, которые не против, чтобы их чадо не только провели время с пользой, но и сэкономили семейный бюджет. Неудачный день на работе. У каждого бывают трудные моменты, вот и герой ролика явно не повезло. При беге мужчина спотыкнулся и в буквальном спорте сниженным в главный баннер. Ситуация, конечно, комичная, но нужно внимательнее подходить к делу, ведь во время такого падения можно получить тяжелые травмы. Будьте внимательнее и осторожней. Саленька, ты знаешь, мне кажется, что иногда от этого сумасшедшего воздуха, шума, волн, песка, я просто теряю корни. Как в той песне, я теряю корни, да, действительно, есть такое, полностью с тобой согласна. Здесь атмосфера совершенно какая-то иная, она волшебная и абсолютно праздничная. Но, ты знаешь, Саш, вот мне кажется, еще праздничную атмосферу, как правило, добавляют киносъемки, которые достаточно часто проходят в Крыму, мы знаем, что он является меккой для кинолюбителей. И вот тут неожиданно, экс-солист группы корни, которую ты вдруг вспомнил. Вдруг, неожиданно. Александр Асташонок, он планирует снять здесь, на полуострове, фильм, детский фильм и даже свой клип. Но, в общем, как выяснилось, вдохновило его на это посещение лагеря Артек. Когда он там побывал, пообщался с детьми, он сказал, я настолько влюбился во всю эту атмосферу, я влюбился в эту детскую энергетику, которая от них исходит. Он сказал, что насколько это все прекрасно. После этого я обязательно сниму фильм, даже несмотря на то, что никогда раньше этого не делал. Но, кажется, я готов. Представляешь, как его вдохновило. И это он еще не бывал в Симферополе, где прямо сейчас находится наш мобильный корреспондент Ольга, которая готова рассказать, что же происходит в крымской столице. Ольга, здравствуй. Да, друзья, нахожусь я на набережной реки Салгир, где полным ходом идет главная реконструкция нашего любимого города. И хочу заметить о том, что совсем скоро здесь уже будет уложена тротуарная плитка. Скажите, это тротуарная плитка, да, вероятно? Да. А в какие сроки она будет уже уложена, вы не знаете, да? А также, наверное, это будущие и главные экспонаты достояния музея города Симферополя. Вот эти плиты, которые прослужили очень-очень долго верой и правдой. Хочется заметить еще то, что в русле реки Салгир было вырублено более 600 деревьев. Жители Симферополя очень сетовали по этому поводу, очень переживали, но спешу вас заверить, что в скором времени были вырублены фруктовые деревья, это алыча, шелковица. Но в скором времени будут высажены другие деревья, такие как кедр, в общем, сосновые деревья. В той причине, что если включить немного фантазии, здесь будет белая плитка. Вы представляете, если на эту плитку будут падать различные ягоды, и очень тяжело это все очищается. Вот. Поэтому заверяю вас, переживать совсем-совсем не стоит. Вот. И работы здесь идут, как все знают, не прекращаются. Очень хочется в скором времени пройти по новой уложенной плитке и просто сидеть здесь отдыхать. Также хочу сказать о том, что огорчает стройка стройкой, но очень огорчает большое количество мусора. Вот. Приходят сюда люди, и они убирают за собой мусор. У нас все преображается, все идет только к лучшему. Но людям тоже нужно меняться. Как бы нужно соответствовать статусу крымской столицы. Вот. Я думаю, что все все-таки будут прислушиваться и меняться. Итак. Я буду прогуливаться дальше, наслаждаться, включать фантазию, представлять, что здесь может быть. А также будут еще, обязательно будут клумбы, газоны. В общем, прогуливаться и прогуливаться. Но, коллеги, передаю вам слово. Ты знаешь, в последнее время, я заметила, у нас началось просто какое-то народное движение по рисованию на стенах крымских городов. И причем в хорошем смысле слова. Серые, заброшенные, неказистые здания превращаются в яркие, цветные, красивейшие арт-объекты. И вот один из таких появится в Евпатории. Абсолютно верно. Мы помним, как это произошло в Симферополе, недалеко от нашей с тобой работы. Старую трансформаторную будку, которая осталась еще до революционных времен, окрасили картиной Айвазовского. А вот в Евпатории художники работают над преображением тоже неказистого здания, картины на тему спасения дельфинов. Ведь это очень актуально. Да. Но стоит отметить, что это художница из Севастополя. Ее зовут София Мамезерова. Вот она работает над будущей картиной. И ты знаешь, я очень поддерживаю этих ребят, этих энтузиастов, потому что они покупают за свой счет краски, кисточки, выходят на улицы города. Им не безразлично то, как он выглядит. И я считаю, что в скором времени Крым превратится просто в какую-то столицу граффити. И я знаю, что сейчас это популярно среди многих туристов. Иногда они приезжают только ради того, чтобы посмотреть на уличный стрит-арт. Действительно, в Симферополе скоро будет чем заняться. А что же сегодня предлагают наши, собственно, подмостки? Давайте узнаем из афиши. На основной сцене русского драматического театра имени Горького пьеса «Осторожно, тетки». Ироничная комедия с лихо закрученным сюжетом. Главные герои – две милые пенсионерки, спокойно доживающие свой век в старинном особняке. Однако с приездом в гости племянника все переворачивается с ног на голову. Начало спектакля в 19.00. В этот день на Ялтинской сцене театра имени Чехова премьера – кукольный спектакль «Рассказы». Необычная постановка состоит из шести историй Антона Павловича, но только три из них будут представлены зрителю. Какие именно – определит воля случая. До начала представления даже актеры не узнают, что их ждет в финале. Начало в 13.00. В кинотеатрах покажут ремейк диснеевского мультфильма «Король лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, снова оживут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии Чемпионата мира футбольная звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар, на этот раз в сердце. Залечивать раны спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Время сеанса вы можете выбрать сами. Поклонникам вселенной Марвел покажут продолжение культового фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Основные действия происходят в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдохнуть без происшествий у ребят вряд ли получится. Им предстоит раскрыть тайну существ, пытающихся разрушить континент. Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно. Саша, ну ты знаешь, сейчас середина лета, а вот работники статистики, они не теряют время, и они уже почитали, сколько же к нам приезжает россиян, сколько, вернее, приехало, и оказывается 3 миллиона 300 тысяч человек, которые успели посетить наш маленький, но такой дивный полуостров. И нужно сказать, что популярность нашего дивного полуострова растет с каждым годом, потому что на данный момент это на 11% больше, чем в прошлом году. Да, это правда. Но вообще, начиная с января этого года по Крымскому мосту проехало около 2 миллионов человек. То есть это говорит о том, что больше половины людей выбирают транспортный вид, способ добираться к нам в Крым. Ну, остальные, наверное, на самолете. Очень интересен еще и тот факт, что почти все санатории загружены. Например, вот в Черноморском районе 93% койко-мест заняты, а вот в Алуште 88%, в Бахчатарайском районе 86%, в Евпатории 83%, а в Судаке 79%. Вот интересно, что касается Оленевки, какая здесь ситуация, но мне кажется, сейчас действительно не найти свободного местечка, потому что мы видим, как много каждый день приходит человек на Экстрим Крым, и мы понимаем, что, конечно же, они поселились здесь, недалеко от нас. И я думаю, что пока что номеров здесь свободных не найти, к сожалению. Кто-то выбирает частный сектор, кто-то выбирает жизнь в палатке. Ну, в общем, скучать не приходится, потому что здесь на самом деле есть чем заняться, начиная от спорта, плавания, заканчивая прекрасными музыкальными мероприятиями, проходящими по вечерам. Ну, знаешь, есть еще такой вид, я не знаю, может, это спорт или просто вид увлечения, но когда люди что-то коллекционируют. Я, например, никогда в своей жизни ничего не коллекционировала, но те люди, которые выбрали это в своем хобби, считаю их немножко загадочными. Так ли это? Давайте узнаем из нашего сюжета. Говорят, что за деньги можно купить все, но именно это свойство неинтересно Николаю Шаповалову. Он за деньги покупает деньги. Моя тема коллекции – это банистика. Все, что связано с бумажными денежными знаками и ценными бумагами, которые имели хождение на территории Крыма с различным периодом времени. В его коллекции банкноты, акции, облигации и даже бутылочные этикетки с богатым прошлым. Однако особую гордость составляет собрание долговых документов дореволюционной России. У меня в руках облигация «Займа города Ялты» 1911 года. Номиналом 187 рублей 50 копеек. На вырученные средства были построены водопровод, рестораны и другие общественные здания. А это облигация 1867 года. Номиналом 125 рублей. На ее средства была построена Николаевская железная дорога. В царской России государство неплохо зарабатывало, давая займы частным лицам. Ценные бумаги приносили доход заемщикам и пользу обществу. Всего на территории Таврической губернии было объявлено три займа – в Севастополе, Ялте, Симферополе. Казначейство выпускало акции на двух языках – французском и русском. Акции имели международное хождение, и многие иностранцы были выгодны покупать ценные бумаги Российской империи, потому что у нас был больший курс, у нас большая окупаемость была. В этом альбоме государственные облигации уже советского периода и времен перестройки. Они различного имеют хождение с 1949-го. До 1982 года в Советском Союзе выпускали такие деньги за знаки. А вот бутылочные этикетки Николай собирает скорее для души. Они могут рассказать много интересных историй. Ведь в советские годы выбор напитков был невелик, поэтому каждый из них связан с каким-то периодом жизни. Кто приезжал в советские времена или в начале, все вспоминают, вот мне такое родители покупали, или молоко как пили, или с чем-то его запивали. Различные вспоминают. Это ностальгия и память о детстве, скажем так. Для Николая главная ценность коллекции историческая. Даже на содержимое своего кошелька коллекционер смотрит иначе, чем все остальные. Пройдет время, и современные купюры станут предметом коллекционирования. Ольга Литвиненко, Андрей Псом. Утро нового дня. Интересно, Саша, а есть ли такие люди, которые коллекционируют, например, мебель? Я точно знаю, что есть. В основном антикварную мебель или, допустим, какую-то азиатскую, старинную. Но прекрасный повод коллекционировать просто хорошую мебель. Например, такую, как нам предоставили наши партнеры, компания «Файвилла». Вот на ней, на этой белоснежной плетеной мебели, мы сидим и чувствуем себя вполне комфортно. Я думаю, что она очень хорошо впишется в интерьер либо дома, либо, может быть, вашего дачного участка. И там вы будете замечательно проводить летнее время. Особенно, если погода будет благоприятствовать. А давайте узнаем, какая же сегодня будет погода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и стоит добавить, что сегодня в крымских городах ожидаются ливни с грозами, а также сильный ветер, возможно, будет. В Симферополе плюс 27, в Севастополе до 25 градусов тепла, на южном берегу Крыма воздух прогреется также до 27, ну а в Керчи плюс 27. Такая же погода. Хотя метеорологи обещают дожди и град, тем не менее, прямо сейчас над нами ясное небо без единого облачка. И такая погода, надеюсь, сохранится до самого вечера, потому что на вечер придется самая интересная часть. Будет звучать музыка. Не раскрывая всех секретов, Саша, я думаю, что это сделает наш гость, организатор Экстрим Крыма. Давно я мечтал поговорить с коллегами, потому что соскучился по музыке. И прямо сейчас пойду к гостю, и мы с ним побеседуем о музыке. Ну, а, конечно же, пришло время подводить итоги, потому что сегодня завершающий, заключительный день Экстрим Крыма. Стоит отметить, что очень много эмоций он подарил всем нам, всем тем, кто в этом году посетил самое яркое событие лета. И хочется сказать, огромное количество видов спорта здесь были представлены. Самый интересный, самый необычный и для профессионалов, и для любителей. И я думаю, что в этот раз удалось собрать абсолютно всех здесь. Ну, а в гостях нашей студии Михак Тарасян, фронтмен группы «Мистер Кингсби». Что же это такое за группа? Что играют эти ребята? Мы прямо сейчас и узнаем. Доброе утро, Михак. Доброе утро, Александр. Как началось утро нового дня у вас? Ну, я проснулся рано утром, как говорится в блюзе. Жена ушла, выпила весь мой виски. Такого у меня, конечно, не было. И слава богу. Утро началось хорошо, выпили вино ночью. И с утра чувствовали себя прекрасно. Ну, наверное, потому что крымская она у нас такое, не оставляет вахмелья. Да, да, правда, здесь вино настоящее и нет головных болей. Позвольте, без данного вопроса, он не совсем относящийся к теме музыки. А почему называют Ростов, откуда вы, собственно, приехали, насколько я знаю, Ростов папа, а Одессу, Одесса мама? Ну, про Одессу я сказать не могу, но вот про Ростов я скажу, что Ростов принимает всех и каждого как родной отец. Ну, если будешь плохо себя вести, он может и по ушам дать. Вот. Я так считаю. Да, действительно большой, красивый город. Вы любите свой родной город? Да, ну, учитывая, что мой родной город Сочи, я его обожаю. Но Ростов я тоже люблю, потому что я туда переехал и остался жить. Вот. Насколько я знаю, вы профессиональный музыкант с высшим музыкальным образованием и учились в Сочи. Да, правильно, все верно. Я начинал учиться в Сочи. И с третьего курса из училища я перевелся в Ростовское училище. И затем по его окончанию поступил в Ростовскую консерваторию. Закончил бакалавриат и магистратуру в этом году. Помогает ли ваше, ну, скажем, высшее образование вам в музыке? И возможно ли, вот так даже переформулирую, возможно ли музицировать без высшего музыкального образования? Возможно. И вполне спокойно. Очень много ребят у меня, знакомых, которые не занимались музыкой. Ну, не занимались, в смысле, не обучались. Такие, как наш гитарист, к примеру. У него нет. Он технолог пищевой промышленности. А при этом играет с музыкантами, у которых высшее образование. Сколько у вас в группе человек? Четверо. Бас-гитара моя супруга. Сергей Черкун, гитара. А, бас-гитара Яна Тарасян. На гитаре Сера играет. И барабанщик Санек Борисов. Полный состав практически. Да, ну, четверо человек, как бы, квартет. Почему у вас такое необычное название в вашей группе? Ну, потому... Мистер Би Кингби. Мистер Кингби. Да, ну, это аллегория вообще с работой пчела. Ну, мы очень долго думали и хотели что-то интересное придумать, что-то замысловатое. А в итоге получилось супер просто. Кингби, это, как бы, дословно, если перевести, король пчела получится. Но мы эти слова соединили в одно слово, и это получилось, как фамилия. Кингби. И мистер. И получается, ну, мистер Кингби, это все равно, что, там, ну, сказать, мистер... Мистер Сергей, там, мистер... Мистер Сандман. Да, мистер Сандман. То же самое, только мистер Кингби. Ну, вы знаете, с таким названием вам нужно было остаться в Симферополе, потому что герб Симферополя – это пчела. А, серьезно, что ли? Я не знал. Город-собиратель у нас так называется. Наверное, поэтому нас туда зовут иногда играть. Часто вы бываете в наших пенатах. Ну, когда мы приезжаем на гастроли летние, то мы там договариваемся с одним заведением, там наши друзья, арт-директора, и с удовольствием едем туда. Скажите, пожалуйста, что относится, скажем, к вашей музыке, какие жанры вы исполняете? В первую очередь это ритмом-блюз. Классический ритмом-блюз, который был на пике разгара коммерческого и творческого в 60-е и в 70-е годы в Америке. Ну, с 50-х началось вот это все. Электрический блюз, в общем, ритмом-блюз. И это самая основная часть. Помимо этого мы очень много играем фанковой музыки. Это Джеймс Браун, ну и многие другие. Я сейчас главного апостола назвал. Помимо этого мы еще начали играть буквально вот с месяца назад песни Red Hot Chili Peppers. Это все благодаря Саньку, который попал относительно недавно в нашу команду. Барабанщик. И совсем-совсем недавно мы начали пробовать играть роковую музыку. Black Sabbath взяли, песню Nib, и попытались ее сделать. Петь непросто, но у музыкантов получилось сыграть ее хорошо. Большой у вас репертуар вообще? Ну, на три часа хватит, если играть без перерыва. Сегодня вы будете выступать здесь? Нет, мы уже выступили вчера. Мы будем здесь играть с MC. Я, если я понимаю, в общем, с MCшниками мы будем играть совместно концерт завтра. Начало, к сожалению, во сколько я точно не знаю. Вот сегодня буду узнавать. А ваше любимое направление в музыке какое? Ну, я не могу сказать. Я очень в этом плане разносторонний, потому что я люблю как и свою народную музыку, национальную. Ну, фолк, в общем, нашу армянскую музыку. Да и не только армянскую, а просто что касается вообще Востока. И помимо этого я занимаюсь блюзовой музыкой. Я ее не могу не любить, потому что то, что делаем, нам очень нравится. И я закончил консерваторию как джазовый музыкант. Я не могу не любить джаз. Я его просто не то чтобы люблю, это то, чему я именно обучался. Как бы я, к сожалению, как бы это неправдиво не звучало, я не могу сказать любимый свой жанр. Я от всех этих жанров кайфую одинаково. У нас, к сожалению, осталось буквально 30 секунд. Я прошу вас рассказать свои впечатления об фестивале «Экстрим Крым». И пожелать что-нибудь нашим телезрителям. Ребята, офигенный фестиваль. Я ничего не могу по-другому сказать. Просто посмотрите, тут говорить даже нечего. И зрителям хочу пожелать, чтобы все у них было хорошо. Берите от жизни все, слушайте хорошую музыку. И пейте вкусное вино, и купайтесь на море. Обнимаю всех. Я прекрасное, очень гидоническое пожелание присоединяюсь к нему. Дорогие друзья, в гостях нашей студии Михак Тарасян, фронтмен группы «Кинг Би». Мы двигаемся дальше, я возвращаюсь пока к своей соведущей. Необычного покупателя заметили очевидцы в одном из продуктовых магазинов Симферополя. Крыса сидела около прилавка и, видимо, размышляла, чем она хочет отобедать в этот день. Как ни странно, убежать при виде людей животное не пыталось, а спокойно продолжало заниматься своими делами. Получить заряд бодрости и познать азы водного спорта. Выглядит впечатляюще. Но как бы легко это ни казалось на первый взгляд, покорить вейксерф не так просто. Доска постоянно норовит выскользнуть из-под ног. Волны девушки ловили на фиоленте. Пока одни греются на солнышке и купаются в море, другие плавают прямо во дворе собственного дома. Такой мокрый сюрприз Евпаторийцам накануне принесла непогода. По словам очевидцев, дождь лил не больше часа, но город затопило до такой степени, что выбраться на прогулку можно только на лодке или вплавь. Ради счастливых детских глаз родители готовы горы свернуть. Мама этих малышей решила сделать им сюрприз и заказала путешествие на вертолете. Только посмотрите, с каким восторгом непоседы любуются крымскими пейзажами с высоты птичьего полета. Крым не только море и пляж. Эти кадры на квадрокоптер засняла семейная пара из Ялты. Молодые люди путешествуют по самым красивым местам полуострова и создают короткие ролики для социальных сетей. На этом видео пещерный город Эскикермен. А вы там бывали? Крымский хатико. Эту картину запечатлели очевидцы в Ялте. Пока мужчина играет на трубе, пёс сидит рядом и подпевает. По словам местных, у этого дуэта очень печальная предыстория. Хозяин Мухтара был спасателем и несколько лет назад не вернулся с работы. Пёс же долго бродил по набережной и ждал его. Однажды он прибился к местному музыканту и теперь поёт для всех прохожих свои печальные песни. К популярному флешмобу «Боттл Кэп» присоединился и крымский ведущий новостей. Перед эфиром Александр Макарь мастерски свинтил крышку с бутылки минеральной воды. О том, сколько дублей было сделано до конечного результата, знают только ассистенты режиссёра, которые наблюдали за процессом из тайной комнаты. Дорогие друзья, мы находимся в посёлке Оленевка на фестивале «Экстрим Крым». И я докладываю вам, что обстановка здесь самая, что именно есть, благоприятная. С моря дует приятный освежающий ветер. Есть небольшое волнение на море, но в принципе в пределах, что называется, нормы. На пляж начинает собираться народ. И, в общем, веселье только начинает разгораться. Поэтому я докладываю такую ситуацию. Ну, я думаю, что веселье разгорается не только у нас, а также на улицах Симферополя. Там сейчас находится наш корреспондент Ольга Литвиненко. Она нам либо подтвердит это, либо опровергнет. Сейчас узнаем о неё. Оля, доброе утро. Расскажи, как дела в Симферополе. Да, доброе утро, коллеги. Я нахожусь на перекрёстке улиц Краснознамённой и Студенческая. И хочется отметить, что здесь идёт, вот, пожалуйста, активный ремонт дорог. И я не могу не привести ту цитату, которую сегодня я встретила. Сравнивали это событие с будто бы Новый год. Соседи выходили из домов и поздравляли друг друга. Потому что ремонт здесь не проводился с 1976 года. Дорожное покрытие активно ремонтирует уже часть асфальта. Ты знаешь, Саль, на самом деле, сколько в Крыму удивительных вещей. И некоторые, они продолжают появляться на наших глазах. Например, вот ты же помнишь пещеру под названием Таврида, которую открыли, производя строительные работы на Тракте? Конечно, мне кажется, это нашумевшая новость. О ней слышали абсолютно все. И все знают уже об этой пещере. Так вот, есть прекрасная новость. Довольно скоро можно будет туда попасть. То есть там будет организован настоящий экскурсионный тур. Даже, я бы сказала, насколько скоро, через два года, можно будет ходить по тоннелям этого пещера. А через пять лет там будет целый комплекс, состоящий из ландшафтного парка, из самих этих маршрутов. И, конечно же, там будет вся инфраструктура для того, чтобы можно было увезти с собой сувениры и пообедать, так сказать, в пещерных условиях. Напомню, что главный прелесть этой пещеры в том, что там нашли огромное количество костей четвертичного периода. Это древние носороги, которые когда-то обитали, пещерные гиены. И даже говорят, что нашли остатки наших пра-пра-прародителей, которых, вероятно, съели эти самые пещерные гиены. Ну, ты знаешь, Саш, наверное, там еще бывали когда-то пещерные люди. Может, они тоже туда ходили на экскурсию. Может, они там жили. Не знаю, это пока что остается загадкой. Но я думаю, что когда они жили, они даже не подозревали, что может все так измениться, что когда-то будет экстрим Крым, что будет телевидение, что будут компьютеры и интернет, и что люди будут обучаться компьютерам, например. Да, компьютер для многих до сих пор остается такой притчей во языцах, тайной. Многие его вообще боятся. И с этим, я считаю, нужно бороться. Но, ты знаешь, люди не боятся. Они его изучают и постигают. И особенно те, кто уже достиг достаточно такого взрослого возраста, особенно они делают это успешно. А как? Расскажем в следующем сюжете. С целью адаптации пожилых людей к нашему суетливому и переменчивому времени высоких технологий в библиотеке организовали курсы цифровой грамотности. Новинка старшее поколение заинтересовала. На данный момент класс умещает в себя всего лишь 10 учеников, но в очереди уже числятся около сотни абитуриентов. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день это одна из самых востребованных услуг библиотеки Франко. С начала года мы уже обучили 90 человек. Лучшей рекламой курса послужило сарафанное радио. Готовые к сетевому общению пенсионеры привлекают своих друзей и знакомых. И не просто так. Цифровые технологии буквально открывают для учащихся дивный новый мир возможностей и неограниченной информации. Как связаться с родственниками? Узнать самые последние актуальные новости, возможно, выучить рецепт или оплатить госуслуги. Всему этому учат здесь. Но перед тем, как влезать в необъятное море сети интернет, нужно взяться за карандаши, ручки и даже тетради. Тем более, что студенты приступают к освоению мировой паутины со своими конкретными целями. Пытаюсь научиться работать на компьютере, которого у меня дома нет пока. Я думаю, что я его приобретаю, поскольку общение на компьютере с другими людьми необходимо. Впрочем, заслугой курса является доступность не только информационная, но и финансовая. Занятия совершенно бесплатны. Пройти их может каждый желающий. Тем более, что по справедливому мнению руководства, в наши дни это просто необходимо. Сегодня время повышенной скорости. Очень уместны слова Львиса Каррелла из «Алисы в стране чудес». Чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. А для того, чтобы куда-то попасть, нужно бежать двойми быстрее. Неотъемлемый плюс обучения – как живое, так и онлайн-общение. Люди приходят сюда, чтобы завести новые знакомства и друзей в социальных сетях. Вчера мы почтовые ящики забыли, где писались мы были с близкими, с друзьями. И даже авокарчики им посылали всякие открыточки. Открыв для себя безграничный простор мировой сети, сложно удержаться. Неистощаемый объем свободной информации пробуждает волю к знаниям и мотивирует учиться чему-то новому. Да, в школе беремогитария. И да, в детстве все делаемогитария. По интернету? Но, как и в любом другом деле, освоение интернета требует взвешенного, терпеливого подхода. Учитель рассказывает все максимально доступно и понятно, демонстрируя каждый пункт учебной программы на мониторах учеников. Ну, компьютер – это же как язык-инструмент. Пожелательно каждый день заниматься. Тогда он будет в отчестве, откладываться, навык появится, в отчестве появится. Занятия будут проходить еще целый час. Сегодня изучают социальные сервисы. Так что мы, пожалуй, не будем мешать студентам изучать такое непростое, но все же крайне актуальное ремесло – интернет-серфинг. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня. Ах, Саля, как жалко, что все хорошее, к сожалению, когда-нибудь подходит к концу. И фестиваль, и наша с тобой командировка, которая больше похожа на отпуск. Все подходит к концу. Знаешь, не жалко, Саш, потому что заканчивается что-то одно, и начинается другое. И уже в понедельник мы с вами встретимся совершенно в новом месте. В каком, пока не скажем. Все увидите сами. Для вас мы подготовили еще много сюрпризов. Саша, ну что, побежали к морю? Пойдем к морю. Наконец-то мы так давно этого ждали. Море, хотя и прохладное, но сегодня обязательно следует искупаться. Мы желаем вам самого лучшего лета. Мы желаем вам самых ярких эмоций. Мы желаем вам, чтобы все у вас было хорошо, и каждое утро было новым и неповторимым. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok